Приветствую вас и условно я бы разделил проблему, которую вы описываете на несколько направлений. А точнее даже не направлений, а я бы сказал вариантов, на несколько вариантов развития. Первое. Хотите ли вы, чтобы у вас была семья? Хотите ли вы, чтобы у вас были дети? Хотите ли вы вот этот момент как бы исправить? Если у вас такое желание есть, то можно, безусловно, можно и даже нужно вам в этом помочь. То есть помочь в том, чтобы у вас появилось все то, чего на данный момент нет. Но только для того и только потому. Если вы этого хотите, то есть вы, если сами хотите семью, сами хотите детей, то помочь вам можно будет. И можно будет помочь вам именно в этом аспекте. Но если предположить, что вы не хотите детей, не хотите семью, то тогда вам нужно в первую очередь понять, почему происходит такая ситуация в коллективе. То есть почему все обсуждают там только определенные темы и больше никакие темы не волнуют этих людей. Во-первых, на работе ваши коллеги используют те темы, которые их сближают, которые помогают им в рабочем процессе для поддержания, пусть и не искренних, но, по крайней мере, взаимовыгранных отношений. В частности, когда на эту тему говорит ваш начальник, шеф, понятно, что все люди, все другие коллеги понимают, что в их интересах поговорить на эту тему, шеф, потому что это может обернуться чем-то полезно, они это делают. И вам для начала нужно определиться вот с чем. Вы, простите, хотите ли, значит, общение с коллегами с твоими? Если вы хотите общение с ними, это одно. В таком случае можно говорить о том, что вам придется общаться с ними на их и их темах. И может быть в процессе стараться как-то что-то им пригласить свое. Тогда это придется делать деликатно, тонко и ненавязчиво со временем. То есть, вы постараетесь использовать ваши интересы в наиболее смешных темах. То есть, наиболее приближенных ваших темах к темам того, о чему говорят ваши коллеги. А если вы общаться с ними не хотите, если вы считаете, что у вас совершенно другие интересы, другая точка зрения, то зачем тогда вам мнение этих людей? Какое тогда вам делать для того, чтобы они о вас думают? Если вы хорошо выполняете свою работу, если вы компетентный, хороший сотрудник, то не имеет значения на самом деле тогда. Общаетесь вы на темы, которые интересны этим людям или нет. Абсолютно никакого значения это не имеет. Я бы сказал даже больше, что в этом случае вам нужно полностью абстрагироваться от этих людей. Вы выполняете только то, вы делаете и занимаетесь только тем, что вам положено по трудовому договору, по обязанностям, да, и все. Больше вы не делаете ничего. Я думаю, что этот момент достаточно справедливый. То есть, как вы, наверное, уже поняли, вам нужно определиться, чего вы хотите, какова природа вашей ситуации. То есть, является ваша ситуация для вас проблемной или нет? Если она является для вас проблемной, то эту проблему можно решить. Если она не является для вас проблемной, да, определить, чем для вас, например, важны эти люди, с которыми вы работаете, важны ли они для вас. Чем фактически грозит вам такая ситуация, что вы, например, не будете вообще поддерживать разговор на неинтересующую вас тему, и если грозить, то насколько эти последствия для вас критичны, а если ничем не грозить, то тогда нужно ли вам общение с этими людьми, с коллегами, если у вас нет ничего общего. Как видите, определять здесь только вам, и я думаю, что это определение того, в какую сторону вы хотите двигаться, нужно получить только вам, потому что мы за вас это не можем, действительно, мы за вас не можем это решение принять. И вот уже в зависимости от ответов на вопросы, которые я озвучил, вы и выстраиваете свою позицию, вы выстраиваете свою стратегию в поведении, в зависимости от того, каковы ваши цели. Если цели одни, это одна стратегия поведения, если цели другие, вдруг стратегия поведения, соответственно, иная. Но сперва определите с кем и чего вы хотите. Куда, в какую сторону вы хотите двигаться. И тогда можно вам будет помочь в достижении этих целей. Пока ваши цели ограничиваются только тем, что вы выбиваетесь из ряда своих коллег. Ну, выбиваетесь и выбиваетесь. Если вам эти люди неинтересны, если вы хорошо выполняете свои обязанности рабочие, то вам нужно искать людей, которые разделяли бы ваше хобби. И все. И занимаясь своими любимыми вещами, вы будете общаться с людьми, которые ваши интересы разделяют, и с ними вы будете разговаривать, с ними вы будете общаться. А коллеги – это просто коллеги. В позиции трудовых отношений вам не обязательно быть с ними общительной. Вам нужно выполнять только свои обязанности, и все. И если вы не хотите с ними общаться, вас никто не вправе заставляет. На этом, я думаю, можно закончить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. А если остались какие-то вопросы, пишите в личку, помогу вам. Желаю всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok